привет друзья по названию этого видео все наверно уже поняли что речь сегодня пойдет о защищенной звонилки вайрак f1 от нового бренда вайфит компания специализируется на выпуске качественной продукции за приемлемые деньги такой как смарт-часы портативные колонки ну и конечно радует что у них в арсенале есть и кнопочный телефон поставляется пара достаточно крупной коробки по которым сразу можно понять что на x4 компания уж точно не экономит и действительно пойма самого телефона комплекте также имеется съемный аккумулятор кабель usb type-c адаптер питания инструкция разумеется на русском языке ну и ключик для снятия задней крышки которая держится на двух винтах на самом деле это достаточно распространенное явление в защищенных кнопочных телефонах так как может гарантировать что крышка сидит максимально надежно и влага не протечет в корпус ведь телефон сертифицирован по стандарту ip68 который означает что телефон полностью защищен от пыли и может выдержать как к временное погружение воду на глубину до полутора метров но степень защиты ip68 это далеко не единственное достоинство этого телефона также среди основных характеристик производитель указывает наличие двухмегапиксельной камеры сегодня когда большинстве кнопочных телефонов камеры свга или qvga разрешением цифра 2 мегапикселя выглядит очень обнадеживающей емко съемного аккумулятора составляет целых 2500 миллиампер часов а дисплей в диагонали 2 и 4 дюйма имеет разрешение 240 на 320 пикселей также в телефоне имеется фонарик и поддержка карт памяти micro sd до 32 гигабайт стоимость телефона составляет 3490 рублей где-то его можно приобрести дешевле цена не самая низкая но здесь надо понимать что это хоть и базовый телефон тем не менее он имеет улучшенные чуть более продвинутые характеристики выпускается в араков один в двух вариантах расцветки черном и черно-красном последнем некоторые элементы красного цвета но в целом особой разницы нет выполнен аппарат из прочного пластика с усилением на углах имеет множество винтов на боковинах поверхность рифленая что обеспечивает более удобный хват в руке телефон лежит действительно очень хорошо габариты аппарата средние вес составляет 93 грамма выглядит он очень надежно единственное что смущает это глянцевая полоса с названием бренда посередине тыльной части вероятно со временем на ней могут образоваться царапины особенно если вы будете носить аппарат в кармане но учитывая что это рабочая лошадка не имиджевые телефон то вряд ли пользователи особо будут переживать по поводу царапин на верхнем торце можно заметить очень яркий фонарик который в зимнее время когда дни короткие она очень длинная будет особо актуален отмечу что для камеры имеется отдельный светодиод также на тыльной части расположен динамик и элемент для крепления ремешка что меня особо радует в этом аппарате это расположены под резиновой заглушкой разъем type-c это пока еще достаточно большая редкость среди защищенных кнопочных телефонов вся прелесть type-c заключается в его универсальности например если вы купите f1 как второй телефон к вашему смартфону то у вас не будет необходимости иметь разные зарядные устройства рядом с type-c также можно заметить 3 с половиной метровым аудио разъем под съемной крышкой расположены два слота под nano sim и разъем для карты памяти micro sd емкость аккумулятора составляет 2500 миллиампер часов что для кнопочного телефона это поверьте друзья очень даже много и в среднем на одну неделю работы этого аппарата без подзарядки можно вполне рассчитывать клавиатура пластиковая кнопки выпуклые с хорошим откликом навигационная клавиша большая удобная с небольшим углублением центральной части пользоваться ей очень комфортно с помощью навигационной клавиши можно осуществлять быстрый доступ к некоторым функциям что касается дисплея то он имеет диагональ 2 4 дюйма с кубига разрешением для кнопочного телефона это очень хороший показатель дисплей имеет достаточно большие углы обзора по горизонтали правда по вертикали можно заметить инверсию цветов но это вполне нормальная история вряд ли вы будете смотреть на экран таким образом графический интерфейс телефона очень простой он состоит из 11 иконок просто выбираете нужную и переходите к ней телефонная книга аппарата не очень большая она рассчитана на 500 контактов но для большинства пользователей это будет вполне достаточно правда телефонная книга здесь абсолютно не гибкая на одно имя всего один номер и на этом собственно говоря все из плюсов отмечу 20 символов на имя поверьте это очень хорошо быстрый набор и черный список в аппарате также имеются в общем это все что можно сказать телефонной книге не очень она здесь гибкая объемная возможности и ограничены и даже персональную мелодию на контакт поставить вы не сможете хорошо что вообще есть возможность ставить свои общие мелодия причем на разные sim карты можно поставить разные мелодии все это настраивается в профилях также вы можете поставить свои мелодии на сообщения и на будильник это здорово потому что штатные мелодии аппарата ну очень унылые звук достаточно громкий хотя много еще зависит и от самой мелодии в шумных местах можно использовать вибровызов журнал вызов позволяет просматривать пропущенные исходящие входящие звонки либо все вызовы вместе также прямо здесь имеется настройка вызовов что касается sms то в памяти может храниться до 200 сообщения предиктивный ввод текста в аппарате имеется как на русском так и на английском языке правда запас слов здесь но очень маленькие даже слова очень он не знает хотя в общем это лучше чем ничего когда я увидел на коробке надпись о том что разрешение камеры составляет 2 мегапикселя то конечно же очень обрадовался но как оказалось по факту разрешение здесь обычная увга выбираем картинку я сделал достаточно много фотография пускай это нажимаем опция данное изображение разрешение 240 на 320 пикселей я не знаю с чем это связано либо с ошибкой в характеристиках либо программного обеспечения однако могу сказать точно что из-за камеры покупать этот аппарат однозначно не стоит помимо звонков в аппарате имеется простенький аудиоплеер который можно использовать с проводными наушниками также наушники вам пригодятся если вы захотите воспользоваться fm приемником также здесь имеется видео плеер на котором вы сможете посмотреть ролики записанные на камеру аппарата либо вообще любые видео с расширением avi предварительно сконвертированные под разрешением экрана телефона ну и также здесь имеется диктофон который помимо прочего умеет записывать телефонные разговоры никаких игр в аппарате нет и это наверно плюс так как ничего вас не будет отвлекать зато в разделе который называется организатор имеются многие очень полезные инструменты а именно календарь пять будильников мировое время простенький калькулятор здоровье где вы можете выяснить тонкие вы или толстые соответствии с вашим ростом и весом также имеется читалка электронных книг с возможностью автопрокрутки и добавление закладок есть секундомер фонарик и bluetooth которая может пригодиться для отправки файлов или для подключения беспроводной гарнитуры и так в целом я не могу сказать что вайрок f1 меня как-то впечатлил особенно не очень приятно получилось с камерой когда ждешь лучше получаешь как всегда то конечно это не радует телефонная книга здесь также весьма унылая но в целом это обычный кнопочный телефон он добротно собран имеет хороший прием сети хороший запас громкости из явных плюсов также отмечу яркий фонарик мощную батарею защиту ip68 и конечно же главный козырь этого аппарата разъем usb type-c этот телефон может подойти в качестве второго аппарата или в качестве первого для ребенка но также это неплохой вариант для адептов цифрового минимализма отвлекать ничего не будет и вы станете более продуктивным так что присмотреться к этому телефону можно для первого телефона если честно вполне неплохо надеюсь что в дальнейшем будет лучше на этом все надеюсь что это видео вам понравилось если это так то поддержите его жирным лайком оставляйте комментарии что думаете о вайрак f1 задавайте вопросы подписывайтесь на канал и другие социальные сети и записание к этому видео ну и главное забывайте все самое интересное еще впереди